Я считаю тебя экспертом в биткоинах. Ты в этом мнении одинок. Диджитал-трансформация – это Виктор Прокопенко. Тебя убьют в комментариях. И это и есть фейк-ньюс. Что такое бизнес-хватка и есть ли она у голорусов? Сегодня на этот вопрос нам помогут ответить два известнейших предпринимателя. Олег Тусайенов – основатель инвестиционной компании Zubar Capital и международного автомобильного холдинга Atlantem. Виктор Прокопеня – основатель VP Capital, доктор наук. Один из самых популярных предпринимателей страны. Я знаю Виктора много лет. Я знаю, что большинство наших взглядов совпадают. Но где-то могут быть различия. Я, кстати, с ним ничего не жду раз. Острые дискуссии – это способ находить новые интересные мысли. Правила простые. В каждом выпуске два бизнесмена из одной сферы задают друг другу профессиональные вопросы. У героев есть один шанс на двоих, чтобы отказаться от ответа. Виктор, на белорусском рынке ходят слухи об очень суровой дисциплине в ваших компаниях. Что там ведется трекинг рабочего времени. И если там где-то что-то не соблюдается, то могут тут же, как трамп сказать, «You up fire!» «Ты уволен!» Вот. Как это вообще соотносится со стартаповской такой вот вещью, когда, опять же, ты как предприниматель, очень успешный предприниматель, ассоциируешься, как очень передовой стартапер. Свет потухшей звезды. Знаешь, когда вот звезда уже давно перестала гореть, а свет еще идет тут далеко, да? Это информация до 20-летней давности, наверное, да? Никакого трекера рабочего времени у нас нет. Ну, а все-таки твой стиль, он, скажем так, демократичный, командно-административный. Вот как ты его можешь охарактеризовать? Если говорить там про мой стиль, то есть так, как я, скажем, такой олдскул, учился в советской школе, вас учили демократическому централизму, когда все обсуждается, но когда потом решение принято, его надо жестко исполнять. Вот такой стиль исповедую я. Первое, что очень важно, это то, что люди должны очень глубоко понимать, что они делают. Зачем они это делают, да, собственно? И когда они глубоко понимают, зачем они это делают, да, собственно, тогда как бы не возникает вопроса демократии, диктатура, да, то есть это все как бы совершенно не реванх, да? Если мы все вместе договорились и поняли, что вот это вот то, что сегодня нужно очень глубоко делать, то ты подчиняешься, скажем так, какой-то определенной... Человек не делает. Он все понял, но не делает. Что с ним происходит? Человек все понял, но не делает? Да. Ну, тут вариантов миллион. Почему он это не делает, да, собственно? Если он не делает, то потому что он, не знаю, там, перегружен. Если он не делает, потому что у него какие-то привычки есть. Это совершенно очень много своих, какие-то своеобразных кейсов, да, которые там каждый из которых очень сильно между собой отвечает. Так вот прям взять и сказать, что, типа, там, как бы понял, не делает, тогда делаем так, да, собственно. А так же не работает в бизнесе. Вообще без бизнеса очень сложная такая история, да, где как бы нету какого-то одного простого решения, да, непосредственно. Вот. Но из такого полезного, что может быть там для зрителей, да, то есть то, что можно сказать, что если у вас какие-то крутые люди не делают какие-то простых вещей, а если что-то фундаментально не так с этим человеком, да, собственно, такой очень серьезный звонок плохой, да, скажем так, который очень, как может за собой потянуть большое количество других каких-то определенных проблем. Я думаю, что ты гражданин Российской Федерации, а с другой стороны, зубр капитал, такое красивое белорусское слово, да, скажем так. Ты белорус или ты русский? Скажу так, ну, действительно, у меня очень уникальная ситуация, я гражданин и Белоруссии, и России в данном случае. Таких много, в общем, уникально. Да, да. Ну, в некотором смысле это уникально. Почему? Потому что, скажем, это произошло в 96-м году, когда Атлантем готовился к IPO, ну, и, соответственно, нужно было, скажем так, сделать чистую готовую компанию, в том числе наши консультанты, кто готовил нас на IPO, они сказали, вам нужно принять гражданство России. На тот момент оно было с точки зрения налогового законодательства более прогрессивным. А, то есть ты все-таки Белоруссия? Изначально, да. То есть ты Белоруссия? Белоруссия или Россия, у меня ответ очень простой. Я люблю и папу, и маму. И когда мне задают вопрос, а кого ты любишь больше, то есть я не могу выбрать. То есть для меня... Не, ну нельзя быть одновременно и беременным, или нет. То есть или в одну сторону, или в другую, нет? Или как оно? Виктор, кого ты все-таки любишь больше, папу или маму? Кого ты больше любишь? Да, ты. И мы не говорим про любовь, мы говорим про то, с кем ты себя считаешь. Секундочку. Я считаю себя гражданином и той, и другой страны. Не я эту страну делил. Не я. О, значит, ты гражданин Советского Союза. Тоже нормальный ответ. Можно и так сказать. Вот. Вот это понятно. Короткий вопрос, уточняющий про бизнес. Двойное гражданство мешает или помогает бизнесе больше? Я не заморачиваюсь этим вопросом. Смотрите, ну то есть в бизнесе вообще, на мой взгляд, гражданство это вторичная вещь. Она в первую очередь там связана просто с тем, с удобством проживания. Так сделали президенты наших стран, что белорусам и россиянам комфортно в обеих странах. Я за это им благодарен. Мой вопрос, опять же, к инвестициям. Виктор, вот являешься ли ты инвестором в классическом понимании этого термина? То есть компания, в которую ваш фонд инвестирует, довольно часто созданы тобой самим, вот, и ты продолжаешь туда инвестировать, либо там при твоем активном участии. То есть в данном случае не выглядит ли это как просто серийное предпринимательство, а не инвестиционная деятельность. А где грань между этими двумя вещами? В ответственности. Кто несет ответственность за компанию? Я считаю, что мы никогда не называли себя инвестиционным фондом, да? Мы инвестиционная компания, да? В отличие от зубр капитала, который инвестиционный фонд, да? В моем понимании отличие в том, что у нас как бы свои деньги, мы с кем-то можем где-то партнериться, да? В какие-то проекты, но это не означает, что у нас есть какой-то меморандум, как у тебя, и ты обязан выполнять, там, вот, там, как вот, и не можешь ничего сделать, сверх того, что у тебя есть, то есть ты реально гораздо более сколом в отношении того, что ты можешь делать, чем мы, да? Но при всем при этом мы занимаемся тем же самым, чем и ты, то есть мы инвестируем деньги в какие-то определенные проекты. Другой вопрос, кто мы больше, да, скажем так, предпринимателей, да, непосредственно, как бы, или инвесторы, да, в таком понимании, которое у тебя есть. Так вот, скажу, что в моем понимании не ты не являешься чистым инвестором, да, не мы, потому что ты же тоже сидишь на бардах, с каждой компанией мучаешься часами, да, собственно, разговариваешь, увольняешь директоров, там, как это сказать, какие ты там еще делаешь вещи, да, то есть там, поэтому в этом смысле, да, количество внимания, которое мы уделяем, возможно, одинаковое, да, что у вас, что у нас, да, в конящем итоге. Но такие вот чистые инвестиции, что ты нажал кнопочку, там, и купил, ну, не знаю, я их купил давно, да, так сказать, вот, то есть там, это как бы, такого, как бы, не происходит, такое в Беларуси вообще невозможно, да, поэтому в Беларуси чистые инвестиции невозможны. Виктор, хорошо, правильно я понимаю, вот если я захочу вложить в твой фонд, я не могу, Нет фонда. Мы с тобой вместе можем вложить деньги в какую-то компанию. Условно, например, ваш фонд и наша компания. Вот захочешь, ты знаешь какую-то сделку. Ты можешь прийти, ты же к нам приходил. Вот так же мы можем что-то такое сделать. Если у нас конфликт интересов, какие-то еще другие вещи, так мы можем сделать. А вложить деньги в наш фонд нельзя, потому что его нет. Хорошо, мы вложили в какую-то компанию, я могу ожидать как инвестор, в то, что в какой-то момент я точно верну себе деньги с каким-то доходом. Такого не бывает вообще, как точно вложить деньги, такого в принципе не бывает. Ты управляешь чужими деньгами. Тебе дают деньги и тебе говорят, условно, допустим, принимай за нас решение. Вот я тебе отдал деньги за выбор капиталу, я тебе их отдал и ты сам решаешь там. Не знаю, там софт-клуб, там Мила, я так понял, выложили деньги, какие-то там еще вещи, ты решаешь. Я вообще к этому отношения не имею, условно. А если, например, мы с тобой вместе вложим компанию X, то ты примешь это решение и, собственно, ответственность за эту историю лежит на тебе, не на мне. Понимаешь? И я у тебя деньги за это не беру. Короче, идея в чем? Мы инвест-компания, не инвест-фонд, точка. Мы занимаемся инвестициями, да, мы инвесторы, да, мы считаемся большими предпринимателями. Точно так же и вы, да, по сути своей, ваше основное плюс не в деньгах, которые там у вас есть, да, в вашей компетенциях, в том, что у вас очень классная команда, очень умные люди работают. И эти люди, собственно, как бы и помогают создавать эти вот самые 25 сейрара, да, непосредственно. И если их уберешь, никакого сейрара не будет, ты с вами прекрасно ты знаешь. Вот интересно, вот ваш опыт, да, вот вы даете же опционы сотрудникам, получается, да, внутри компании, которых вы делаете? Да, обязательно. 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 И вот интересно, часто это вот помогает? Очень часто. Ну, то есть человек сразу чувствует свою, скажем так, сопричастность, долгосрочную сопричастность, он чувствует себя собственником, по сути дела. Уже. Всегда. Опционы всегда. Нет. Вот ты чувствуешь плюс всегда или нет? Ну, смотри, здесь кровоугольный вопрос, который ты только что задал, да, то есть в основе первого решения инвестировать или не инвестировать, это всегда лидер и команда, да, стоит. И это вот важный триггер. Если ты понимаешь, что это хороший лидер, хорошая команда и даешь опцион, это всегда. Мы говорим про опционы, там, 50 людей, которые управляют компанией и там, не знаю, 57 человек. Подожди, я не верю, что 50 человек, скажем так, могут управлять КМВ. В основе движения всей компании, ну, это 12 человек. Когда мы говорим про стартапы, может быть, вот это размазывание всего пирога на широком блине, это хорошо, да. Вот, когда мы говорим про наши компании, когда мы инвестируем уже в более зрелые, устоявшиеся компании, ну, я считаю, что здесь не стоит расфокусироваться. Короче, вы опционов не даете? Даём. Всегда. Менеджменту, но никому другому? Людям, ключевым людям, которые принимают решения. 12 людям. Ну, 12 апостолов, да. И точка. Ну, это может быть 10 или 15, скажем так. Понятно, но не 50. Ну, не 50. Потому что вот мы даем на 50. Ну, и ты уверен, что все 50, они вот как раз заведут эту компанию. Как раз-таки, как раз-таки вот я вижу, что из 50, там, например, там, 30 или 40, вот как раз-таки очень сильно, скажем так, это очень помогает. Но есть все равно 10, которым нет, да, собственно. Но все равно это лучше, чем, на мой взгляд, чем 12. Когда ты говоришь о том, что компания должна двигаться и развиваться, ее кто-то должен двигать и развивать. Не мы с тобой. Потому что ты правильно сказал, что мы сидим там на борде, можем обсуждать та стратегия, не та стратегия, тот бюджет, не тот бюджет. Но кто-то в компании ответственный, кто за эту компанию, там, несет полную ответственность, да. Ну, соответственно, он должен быть очень хорошо замотивирован. Это понятно. Либо деньгами, либо нет. И когда я говорю, слушай, ты несешь всю ответственность. Вот у тебя пирамида вся ответственности на тебе, все на тебе. Но при этом мотивация твоя будет размазана с огромным количеством людей. Что он будет думать? Он демотивирован будет. Да почему? Ну, если возьмешь из компании 10% и раздешь их там всем остальным людям, то почему нет? Ничего не поменяется. Ну, подожди, я человек, который несет полную ответственность, завтра на меня могут одеть наручники, да. И есть там люди, которые... А у вас криминальный бизнес? Нет, не криминальный. Черные лебеди прилетают всегда, ты это знаешь. Это самое. Смотри, но идея в чем? В том, что вот сколько у тебя получается остается доля, ты говоришь, у собственника, да? Да. Как вы его называете? То есть основателя, да? Основателя. Сколько у него получается доля остается? Ну, мажоритарная всегда. Ну, там 50%, да? Больше 50, да. В 60? Да. Если у него будет 60 или будет у него 54, что-то изменится? Да, но бывает таким образом, что, скажем, у нас бывают такие случаи, что, скажем так, сам собственник говорит, все, я уже, ну, там, чувствую, что для борда я готов, а, скажем так, управлять day to day я уже не могу. То есть, соответственно, мы с этим собственником ищем кого-то там, нового SEO. Давай поговорим про биткоины. Ты много инвестируешь в этот инструмент. Ты считаешь, что это инвестиционный инструмент или это все-таки какой-то спекулятивный инструмент? А чем отличается инвестиционный, может быть, любой другой инструмент, в зависимости от того, в какой цели ты его инвестируешь, может быть и инвестиционным, и спекулятивным? Хорошо. Подожди, Витя, смотри, я считаю тебя экспертом в биткоинах. Ну, ты мне посоветовал бы сейчас инвестировать в эту ценную бумагу? Я вообще не могу советовать никаких инвестиций, давать никаких советов, в принципе, да? Ну, подожди, мы с тобой в самом начале говорили, что мы с тобой можем договориться вместе в что-то инвестировать. Если я приду и скажу, слушай, давай проинвестируем вместе в эту ценную бумагу, ты сейчас что скажешь мне? Это не ценная бумага? Нет, это правда для меня не ценная бумага. Это раз, да. Биткоин – ценная бумага? Да. Ну, ты в этом мнении одинок, если это так. Весь мир считает, что это не ценная бумага. Короче, смотри, давай это самое. Первое, что я считаю, что на сегодняшний день действительно биткоин выполняет в основном спекулятивную функцию. Раз. Два. То, что касается, какая будет цена завтра, я не знаю, да? И не знает этого никто, потому что эта функция действует огромное количество людей. Два. Три. Как бы есть ли какие-то фундаментальные, скажем так, способы, каким образом можно определить его цену? Да? Наверное, они есть. Например, через сумму от ожиданий и через какое-нибудь, не знаю, прощение какого-то там беноминального дерева, чего-нибудь там еще, это можно сделать какими-то там оценками со всеми этими мысами, да? Является ли это как бы гадаримой кофейной гущей, как бы, ну, как бы, возможно, да, возможно и нет, да, собственно. Потому что, например, смотри, да, представь себе, вот здесь какая-нибудь фигня, да? Не знаю, вот представь себе какой-то объект, которого мы не знаем, да? И этот объект, да, с вероятностью, предположим, 1% заменит, например, скажем, там, деньги, предположим, да? Да. И будет стоить, там, не знаю, там, миллион, да? Да. Какая справедливая цена этого актива? Но биткоин как раз не актив, потому что с точки зрения актива ты можешь точно посмотреть финансовую модель, менеджмент, который управляет, ситуацию на рынке и прочее. Ну, я имею в виду, ты, ты сказал, там, есть там промышленный актив. Нет, дадим, 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 дадим. Ну, потому что, скажем так, ты не можешь влиять внутри на эту ситуацию. Ты не можешь прогнозировать, выстраивать модель финансовую. Станок от актив? А? Станок от актив? А если он просто стоит? Нет. Если, скажем так, вокруг этого станка есть тот, кто производит на нем продукт, потом продает этот продукт и управляет, нет. Как это нет? Все считают его активом? Подожди, ну это заменитель денег и все. Вся мировая финансовая система считает его активом. С точки зрения баланса, в балансе, да, в строке деньги, да. Ну так вот, так же это. А активнее другого понимания. Ну, подожди, золото само по себе на счету не создает добавленной стоимости. Только спекулятивная функция. Добавленную стоимость создает создание продукта. Ну, это Карл Маркс. С золота можно сделать продукт. А, ну, через ювелирку, да. Ну, так вот и все. Почему нет? А почему ты считаешь, что, например, условно говоря, функция денег не является продуктом? Является, если его сделать, направить в инвестиционную компанию, либо в инвестиционный фонд. Нет, подожди, почему нельзя? Кто-то должен с этими деньгами произвести... Доллар актив или нет? Доллар? Да. С точки зрения баланса? Актив. Да, вообще в принципе. Есть только одно... Есть в Corporate Finance 101, да, собственно, как это, знаешь, есть только одно определение слова «актив». Да. Это не, условно говоря, знаешь, там, не знаю, там, вот слово «стул», да. У него есть два значения, например, как минимум. Вот, например, такое и другое. Сам по себе, сам по себе доллар, лежащий там в моем кошельке, либо на банковском счету без движения, не актив. Он не создает добавленной стоимости. Тебя убьют в комментариях. Ну ладно. Окей. Хорошо. Ответа Олега Хусейна на вопрос Олега Хусейна. Понятие вопрос Виктора. Значит, ээ... О! Следующий вопрос, Олег. Прости. Я должен это спросить. Смотри, значит, это самое. Вторая вещь, которую сказали про театр и сотрудники, что у тебя комплекс. Да. По поводу отсутствия бизнес-образования. Вот. Значит, и о поводу того, что ты плохо говоришь на английском. Это сотрудники сказали. Да. Это самое, не я, да, собственно. Да. Вопрос, да, действительно ли это так, да, что ты с этим делаешь, да, собственно, как бы, и мешает ли тебе отсутствие бизнес-образования, кроме того, что ты нашел слово «актив». Ага. Сейчас, по поводу комплексов. То есть, каждый человек состоит из комплексов. То есть, ну, ты в себе найдешь там кучу комплексов. Хорошо, что у меня такие... Мы только про тебя. Да, да, да. Хорошо, что у меня такие комплексы. Эти комплексы мне помогают. По одной простой причине. Потому что я считаю так, что, ну, условно говоря, получил бы я в... Сейчас, я закончил университет в 87-м году. Получил бы я, допустим, бизнес-образование. Что бы стоило сейчас это бизнес-образование для меня сейчас? Ну, ничего. По большому счету. Потому что, скажем так, фундаментальные вещи в экономике изменились к тому моменту. То, что я продолжаю беспрестанно учиться, экономически учиться, на мой взгляд, это хорошая вещь. Потому что... А ты же хотел бииз сделать, по-моему, да, это ты мне рассказывал? По одной, знаешь, простой причине. Не сделал, да? Это связано... Нет, подожди, это было связано со второй. Я хотел заставить себя каждый день учить английский язык. А. По поводу английского языка. Да, я не владею им, скажем так, на 7 плюс по IELTS. Да. Я владею на 6 плюс. Но мой прогресс очень хороший. Ну, да. Я начинал в 45 лет учить английский язык, когда... Я не знаю никого, кто в 45 лет его учил. Те, кто начинали в общем таком... Это нормально. Слушай, когда ты видишь свою слабую сторону, можно с ней бороться. Подожди, короткий вот поднял. Просто рекламный брейк называется. Я Олегу Савину давным-давно своим кредо я избрал фразу учиться, учиться, еще раз учиться. Это правда моя кредо. Правда. Потому что, ну, я считаю так. Если ты не, скажем так, ты в реке, а жизнь это река, ты должен постоянно быть готовым к изменениям. Если ты на берегу высадился уже, да, то есть ты можешь себе позволить там этого не делать. В условиях жесткой конкуренции этот принцип приобретает для бизнеса совершенно новое значение. Лидером остается тот, кто учится, познает и притворяет жизнь новое. Альфа-банк совместно с ProBusiness Media и при поддержке зубов капитал представляет новый пакет услуг для бизнеса «Витамин А», который дает возможность стать пользователем уникального структурированного контента по развитию своего бизнеса, а также доступ к уникальной экспертизе и менторингу в стране под свои задачи. «Витамин А» – улучшение бизнеса через интеллект. Подробности по ссылке в описании. Вопрос, я хотел вернуться к биткоину. Слушай, ну, ты сам мне когда-то рассказывал, что биткоин такая вещь, которая была в том числе связана с тем, что многие люди начинали, не имея возможности другой способа расчета, многие начинали использовать биткоин в расчетах, в том числе используют как черную нал, условно. Вот в твоей работе ты не боишься, когда ты инвестируешь в битки, что где-то попадется, что ты купишь у кого-то эти битки, которые связаны с криминалом. Смотри, смотри, я скажу по поводу биткоина, активы всего остального. Первое – деньги – актив, точка, условно, с точки зрения экологической и финансовой, с точки зрения чего угодно, условно. Второе – биткоин тоже актив. Где угодно, собственно, активы нет другого понимания. Второе – с точки зрения и сегодня он используется очень много для простого кейса. Учитывая, что есть очень много в мире, миллиарды людей, которые так называемые «unbanked». И для трансграничных переводов это суперская штука. быстрая, 2467, дешевая, хорошо работает на любые суммы, собственно, и так далее. И это реальный юзкейс, который реально на сегодняшний день очень классно криптовалютами выполняется. И уже в этом есть их большой value. Супер. Согласен. Супер. 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 Если ты банк, я к тебе прислал 10 млн долларов, ты не видишь, откуда деньги я тебе получил. Я могу дать тебе документы, какие-нибудь еще вещи и прочее, у тебя возможности меня проверить очень мало. В реальности. С криптовалютами этих возможностей на порядок больше. Ты можешь проследить историю каждой транзакции, как она двигалась, куда она двигалась, каким образом и так далее. Есть огромные базы, где есть все кошельки. Например, какой-нибудь кошелек участвовал в какой-то криминальной деятельности, все его отметили. Всем понятно, что это криминальный кошелек, всем понятно, что деньги оттуда не криминальные. И в этом смысле мир очень далеко ушел вперед. И более того, чем прикол белорусского этого регулирования, которое здесь введено, что оно эти самые современные последние практики преобразовало в конкретные документы, по которым работают криптобиржи. В Телеграм-канале о каком-то появилась информация, что выбор капитал готовит сделку по продаже тутбая и всяких активов Юрия Зисера русским. Ты же заказчик. Давай всем расскажем. Ты же заказал это дело. Ты что, какой заказчик? Виктор, откуда, откуда… Почему ли себя вообще? Откуда… Подожди, там же в этом Телеграм-канале сказано, что заказчиком этой покупки является… Вот, давай об этом скажем. Нет, в Телеграм-канале было написано, что якобы я заказал… Я не заказывал никаких Олега Хусаенова. И я не принимаю такие заказы. Нет, подожди, давай просто поговорим, чтобы все знали. То есть вы будете, не занимаетесь. Мы нет. То есть никакой… Смотри, мы не инвестиционный банк. Подожди, мы не инвестиционный банк, чтобы понимали. Да, то есть ты же сам в самом начале рассказал. Нам дают деньги в пул. Мы сами принимаем решение, куда проинвестировать, куда не проинвестировать. Нам нельзя, чтобы позвонил ЕБРРР из Лондона и сказал, там, купите компанию «Милы». Такого не бывает. Понятно. Но вы, короче, с Зисером не работаете? Я дружу с ним. Но вы с ним не работаете? Нет. Никаких бизнесов нет? Мы же вместе создали «Абэбай». Там… Эта компания создана в том числе частью «Абэбай». Нет, смотри. Там было две… Два сообщения в Телеграме. В одном типа, якобы я у тебя заказал, чтобы ты купил Зисер какую-то… Ты куда думался, да? Это самое… Подожди, это и есть фейк-ньюс. Да, я знаю. Просто надо сказать, видимо, что это фейк-ньюс. Это самое… То есть, короче, что якобы я заказал у тебя, что ты купил надежные… А я хотел тебя спросить, зачем тебе тут бай? Я, как и Олег, в 2013 году хотел инвестировать в белорусские бизнесы. Вот. Которые зарабатывают здесь. Да. Вот. Которые находятся в интернете. Такой в Беларуси бизнес на то время был один. Вот. Который нормально зарабатывает, у которого понятная бизнес-модель, у которого большая доля на рынке и прочая вещь, да? Собственно. Мы не говорим про «Абэбай», сейчас и про «Абэбай», которые там отдельно немножко стоят в то время, как были гораздо менее привлекательными, чем сейчас, да? И тогда, как бы, это выглядело очень интересно. Поэтому смотрел на него как на бизнес, да? Собственно. Мы тогда сделали оффер, исходя из разумной, на ваш взгляд, оценки, типа там, по-моему, 10 прибылей, да, годовых, там, или сколько там это было, да, непосредственно. Юрий Дизер захотел гораздо больше, собственно. Как бы, мы с ним не договорились, да, собственно. Вот. Как бы, поэтому скажем так, это первое, да? Собственно. В отношении того, что, на самом деле, как потом оказалось владеть в Беларуси медиа, да, непосредственно как-бы, вообще, там, тут баем чем угодно, да, непосредственно. Как-бы, это еще тот, это еще та проблема, да, собственно. Поэтому, как-бы, слава Богу, что, знаешь, этого не произошло. Вот. Это раз, да, собственно. Ну, два, точнее, да? Три. И то, что, наверное, последнее, что бы хотелось бы видеть с Тутбаем, это того, чтобы вы купили какие-то люди, у которых есть не бизнес-цели, а цели пропаганды чего-то там. Но я верю в то, что такого не произойдет. Поэтому это не релевант. Виктор, смотри, у тебя сильный бренд именно как IT-предприниматель. Но я знаю, что ты в том числе инвестируешь в недвижимость в Белоруссии. То есть недвижимость, это же, ну, скажем, такой old-old-school совсем. Почему ты туда инвестируешь? И как это соотносится вот все-таки с IT? Но ты же знаешь modern portfolio theory, да? Нет. Не знаешь? Нет, нет. Но корреляцию знаешь, как бы есть, как это сказать, есть, ну... Хотя хорошая штука для финансового менеджера, изучить. Научи. Это самое. Смотри, представь себе, значит, есть два актива. С доходностью, например, 15% и 10%. И с риском, например, допустим, скажем, одного-один-другого риска. То есть ты раскладываешься в разную корзину. Смотри, вот их совокупный риск, да? Как бы не будет являться суммой этих рисков, ты понимаешь, да? Он зависит от того, какая между ними корреляция. Если, например, в идеале корреляция, например, негативная даже, да? То в этом случае получается, что у тебя риск уменьшается. То есть чем более у тебя разнообразные, скажем так, штуки, да? Чем более у тебя разнообразные портфели, и чем меньше между ними коррелирует доходность, да? Тем меньше твой совокупный риск. Это хорошо бы знать, если появляется управление чужиминиками. Просто идея в том, что... Подожди, я с этим согласен. Да, так вот смотри, вот обратный вопрос, да? Когда, собственно, если как бы тебе дают деньги, да, в то, чтобы ты, значит, вкладывал их в Беларусь, да, непосредственно, и тебе получается такой дикий фокус на Беларусь, да? Да, да. Вот. Что ты скажешь своим инвесторам, когда в следующий раз упадет рубль? И все твои портфолио рухнет? Ну, подожди, я как раз планирую в своих финансовых моделях девальвацию. Просто как природное явление. Понятно, но просто получается, что у тебя слишком концентрированный риск. А, это как раз вопрос, опять же, сбалансированности. Из восьми портфельных компаний этого фонда, пять компаний работают на внешнем рынке. Ну, то есть у них внешняя выручка. Как правило, в твердой валюте. Окей, это ответ. Да. А три здесь? Три местные, да. Но они имеют такую модель, так называемая J-Curve, да, когда, словно говоря, происходит резкая девальвация, они за счет своей, ну, допустим, там, назовем так, монопольного положения на рынке, быстро восстанавливаются. Но есть другие риски, чисто белорусские. И они все им подвержены, получается. И все равно получается, что у тебя де-факто очень сильно... То есть, грубо говоря, мысль в чем, да? В том, что если я инвестирую деньги в зубер капитал, то все деньги туда ложить это глупо, нужно вложить куда-то еще. То есть, ну, потому что получается, что я покупаю слишком много одного типно рискового. Абсолютно правильный постулат. Ну, то есть, скажем так, мы не берем деньги, которые вот, последние деньги на жизнь. В нас инвестируют те, кто уже решил проблему с дачей, квартирой, машиной, образованием детей и прочее, прочее. То есть, они как раз инвестируют таким образом, что, скажем, готовы рисковать ради высокой доходности. Понятно. Но не готовы рисковать потерять деньги. Мои инвесторы больше всего не любят терять деньги. Как любые инвесторы, в принципе. Я вот везде хожу на какие-то курсы, форумы, не знаю, там, и понимаю, что нужно, блин, с утра до вечера читать, учиться, делать это, то, за этим, тем и так далее, да? И вот, собственно, вопрос, как вы, про личную эффективность, да? Вот какие ты делаешь вещи, да, в отношении личной эффективности, которые помогают тебе делать больше? Ритм. Задаю себе ритм. Ну, то есть, ритм жизни, ритм года, ритм недели, ритм месяца. То есть, когда ты задаешь ритм себе, в котором должно хватать всего времени на бизнес, на семью, на учебу, на спорт, на это. То есть, это позволяет тебе быть в очень высоком режиме. Понятно, еще. Планирование. Я не планирую свое время сам никогда. У меня есть отдельный человек. Это, кстати, интересно. Вот смотри, вот скажу, ты единственный белорусский бизнесмен, которого я знаю, кто ходит везде с девушкой секретаршей. Больше никого не знаю. Это не себе секретарша, это пиар-менеджер. Пиар-менеджер? Да. Пиар-менеджер прямо с тобой ходит? Да, всегда, да. Да? То есть, везде пиаришься постоянно? Нет. А в чем смысл? Ну, смысл в коммуникациях. Вот именно очень много людей хотят встретиться, допустим, о чем-то поговорить, об этом. А почему он называется пиар-менеджер? Почему не секретарь? Почему не помощник? Ну, он у нас не называется пиар-менеджер. Это у нас бренд-менеджер. Человек, который, скажем... То есть, твой бренд-менеджер занимается планированием твоих встреч? Нет, нет. Как у Тимаси? Она занимается коммуникацией. Ну, смотри, я как бы выхожу в люди. То есть, дальше начинается... Ну, то есть, происходить просто естественные коммуникации. Дальше нужно определить, какие полезные из них, какие бесполезные. Какая классная идея. Человек фильтрует. То есть, ты приходишь на вечеринку с девушкой, которая фильтрует всех вокруг. Я раздаю всем в своей визитке, она потом определяет, с этим будешь встречаться, с этим нет. Потому что для бренда зубер капитал это важно, а это не важно. Прикольно. Она определяла, приду я сегодня сюда или не приду. Безусловно, твой бренд очень сильный. Ты харизматичный человек, с очень сильным брендом. И там события, которые происходят, можешь как раз сделать таким образом, чтобы они усиливали твой бренд. Возвращаясь как бы к нашему подходу, мы стараемся делать таким образом, чтобы зубер капитал выглядел как некий слуга для фаундеров. Чтобы как бы возвышались те люди, которые делают компании. И вот с этой точки зрения, вот ты можешь назвать какие-то такие светлые, великие имена, которые рядом с тобой? Да, море, конечно, да. Назови. Назови. Людей, которых большое количество понимания Смитами, что-то, да? Ну, то есть людей, которые там возглавляют компании, они там top of mind с точки зрения бизнеса там. А, мне просто там Юрий Гущин, Дмитрий Тайгиевич, там Вадим Нихай, Иван Говань. Да, море. Мысль в том, что как бы в том, что, понимаешь как? Да. Сейчас на самом деле очень такой разрозненный с точки зрения медиа-мир, да? Когда говоришь, например, вот не знаю, есть люди, которые там очень известный мир в Англии, да? Да. И про них ни одного слова не написано здесь, да? И это не означает, что он там, условно говоря, там не имеет никакого медиа-профайла. Это означает, что как бы просто у него медиа-профайл в другом каком-то фокусе. Если говорить про общественно-политический, скажем, какой-то медиа-профайл, да? Да, да. То здесь белорусство никому не нужен, скорее он мешает, да? Почему? Подожди, ну то есть мы с тобой белорусские предприниматели. Ну смотри. Соответственно, нам же важно, чтобы здесь вот, ну как бы почва, вот этот, ну эко-среда развивалась. И такие примеры, они очень важны для молодежи. Смотри, так вот есть разные ситуации, да? Вот есть куча людей, которые у нас работают, которые знают там половина всего IT белорусского, да? Да. Десятки. Но, например, допустим, скажем, вне IT не знает их никто, да? И я в этом не вижу ничего плохого. Ну, потому что они больше технические специалисты, или они великолепные менеджеры управленцы? Нет, но еще мейнджеры, любые разные, разные люди, которые именно вот занимаются своей штукой. Ну потому что, понимаешь, нету дела, не знаю, там, директору автоцентра Атлант до того, что какой-нибудь там, не знаю, там, человек, да, там, успешный, очень там, предприниматель, который занимается какой-то определенной там, своей какой-то отраслью, да? Нету мы до этого дела, да? Людей, которые из айтишников известны вне IT, их пять человек. Я не знаю, хорошо это или плохо, да, скажем так, но это факт, да? Вот. И, скажем так, заниматься тем, что каким-то образом строясь какому-то там, не знаю, айтишнику профайл вне IT, да, собственно, как бы должен быть куда-то ради этого смысл. Я, например, занимался для того, чтобы сделать так, чтобы получился вот этот декрет номер восемь, чтобы развивалась эта экосистема здесь в Беларуси. Вот это как бы вот ради этого, да? Потому что, а, я скажу, знаешь, почему? Да. Я скажу, когда мы этим всем начали заниматься, все остальные боялись ходить на телек, понимаешь? Боялись люди идти на телек и идти разговаривать, объяснять, почему там, значит, нужно сделать так, чтобы вот был декрет номер восемь. Боялись просто. И это такая вещь, которую кто-то должен был делать. Поэтому там, условно, это, я скажу, даже более того, наверное, если убрать между тем, чтобы это иметь или не иметь, да, собственно, то вот как бы это самое, возможно, лучше его не иметь, да, потому что остается больше времени на какие-то, скажем так, другие дела, да? Это как бы светлая сторона этого вопроса, да, ну, скажем, темная сторона этого вопроса. Получается так, что, скажем, все равно нашей стране в том числе нужно производить диджитал-трансформацию определенную, да, в том числе и тем же промышленным активом. Сейчас в голове, ну, там, наверное, 90% обывателей в Белоруссии диджитал-трансформация – это Виктор Прокопенко. Да ладно. То есть он один. Ой, да ну ты чё, никто меня не знает, это всё чушь. Ну ты что? Ну, как бы это, я тебе говорю, выйди на улицу, спроси, ты из десяти человек один, в лучшем случае. В лучшем случае. Смотри. Вот это хороший вопрос. Вот я тебе скажу одну простую вещь, да? Да. Смотри, в сегодняшнем мире очень сложно вообще, в принципе, сделать так, чтобы бизнес, какие-то, скажем так, вот люди, да, они там как бы имели, скажем так, очень там сильную какую-то… Вот Илон Маск, например, да, он очень в этом хорошо разбирается, да, вот-вот его знают все, да, условно. Вот, там, таких там пять человек, да, собственно, там, или десять, ну, пятнадцать, да, какой-нибудь там, Джек Уэллш, там, не знаю, там, Билл Гейс, там. А ещё есть там пять, десять, двадцать миллионов, которых очень крутых людей, да, собственно, которых не знает там широкая публика и всё, да, собственно, и более того… Ну, согласен, широкое, но вот некое экспертное сообщество, там, допустим, в IT, было бы хорошо, чтобы рядом с Виктором Прокопенко… Они знают, они так и знают… Знают таких людей… Возьми, пойди, не знаю, там, в универ, да, и спроси, там, вот, сколько из них знает, там, тебя, да, условно, или меня. Да, в лучшем случае, там, один из двадцати, понимаешь, или, там, из пятидесяти, да, условно говоря. Да, да. А если бы мы с тобой, это самое, как сказать, были в новостях пять или десять раз больше, ничего бы не поменялось. Да. Зато они знают всяких ютуберов интересных, да, знают, скажем так, какие-то там, не знаю, там, рэперов, какого-то там, ещё кого-то… Поэтому ты не сможешь сделать, да, с точки зрения того, чтобы, там, не знаю, там, у каких-то людей, да, достаточно был там широкий, большой медиапрофайл, в принципе, да, потому что сегодня такой мир. Мы идём в сторону того, что всё более фрагментировано внимание общества. Но если хочешь, чтобы мальчик в 18 лет, да, собственно, или девочек в 18 лет, да, знали, кто такой Олег Кусагенов, например, да, или кто такой я, да, собственно… Это, как бы, ну, в сегодняшней ситуации очень мало реально. Подожди, смотри, мне этого не надо. Ну, то есть, доказано, что в стране, там, не более двадцати пяти процентов может заниматься предпринимательством. Ну, то есть, те люди, которые, скажем, готовы адекватно воспринимать риск, да. То есть, мне важно, чтобы вот в этой среде в нашей стране не пять процентов занималось предпринимательством, а двадцать пять. Здесь хорошие светлые имена будут работать, уверяю тебя. Смотри, вот ты, значит, из всех белорусских предпринимателей, да, в моём понимании тот, кто меньше всего боится. Вот, хотя оснований не боятся у тебя, как бы, с точки зрения рациональных оснований, да, скажем так. Вот расскажи про этот дзен. Как ты добиваешься того, чтобы тебе было не страшно? Ну, первое, бояться надо, потому что, ну, не боится только безумец. Но надо бороться со своим страхом. Знаешь, я вырос в таком маленьком городке в северном Казахстане, там, где переселенцы жили, и такой городок, когда я жил в центре города, а вокруг такие бандитские районы были, куда невозможно было выйти, чтобы тебя, там, не поймали эти хулиганы, не заставили, там, денег отдать. Ну, то есть, ну, ты боишься, но ты же должен... Нет, подожди, нет, нет, ты, ты, подожди, ты из всех тех, кого я знаю, боишься меньше всего. Какие у тебя есть методики, которые тебе позволяют... Бороться со своими страхами. Как? Ну, говорите, не бойся, не бойся, не бойся. И всё? Ну, так, аутотренинг такой, да. Да? Просто говорите, не бойся. Не бойся, да. Окей, это ответ. Смотри, когда ты у Булгакова, я прочитал фразу, которую я считаю, она такая девиз для молодого предпринимателя. Не верь, не бойся, не проси. Ну, то есть, вот человек должен все так и делать, да. Понятно, ну, просто вопрос в том, что как вот не бояться, понимаешь, вот, с точки зрения того, что... Ну, просто заставлять свой мозг не бояться и всё. Ну, а на ринг выходит человек, да, то есть, он понимает, что ему сейчас по башке надают. Ну, он же выходит, начинает управлять своими... Как ты выходишь на ринг в Беларуси? Да, на Руси выходил на ринг, да. О, а скажи ещё последнюю вещь. А вот ты же выходил на ринг в России и в Украине, да? Чем это закончилось? Хорошо. Нормально? Ну, смотри, подожди. Эти страны с точки зрения бизнеса мне понятны. И по-прежнему те компании, в которые я проинвестировал, там ведут бизнес, да. Просто я увидел возможности, где я могу поднять деньги для Беларуси. Ну, то есть, словно говоря, если бы у меня была возможность с Европейским банком или там, Голландским банком развития поднять деньги на инвестиции в Россию или в Украине, я бы там работал. Ну, то есть, в данном случае мне просто нравится та деятельность, которой я занимаюсь. Ну, я получаю... То есть, поднять туда нельзя, поднять можно сюда, поэтому занимаешься здесь. Понимаешь, поднять первый институциональный фонд очень сложно. Нужно вот камни Стоунхенджи сдвинуть. Да, да, очень сложно, да. То есть, каждый там говорит, а вот ты сделай это, а потом я подумаю, как сделать вот это, да. Ну, и, соответственно, как бы мой трек рекордс убедил инвесторов, что в Беларуси я, как бы, самый подходящий человек. Мой совет начинать по одной простой причине. Потому что, скажем так, конкуренция в Беларуси гораздо ниже, чем в сопредельных странах. А самое страшное для бизнеса – это не, там, отсоритесь, то есть, как бы, не внешнее окружение. Самое страшное для бизнеса – это конкурент. Он никогда не простит, с ним никогда не договоришься, он тебя додушит, да. Это первое. Второе. Ну, действительно, в стране есть возможности, в стране есть, там, точки роста. Великолепная точка роста. Парк высоких технологий. Сейчас Великий Камень. Малые города, где там есть льготы, преференции. И мой совет такой. Если вы хотите уехать из страны, делайте это сразу же. Уезжайте. Если хотите здесь делать бизнес, оставайтесь, делайте. Потому что ваш главный актив – это ваша телефонная книжка. Ваша, ну, как бы, клиентская база, которая у вас в телефоне, куда вы можете позвонить и быстро договориться о встрече, о том, что-то решить. Ну, представьте, вы там в 40 лет все-таки решили покинуть страну и поехали, ну, я не знаю, там, куда-то в Штаты. Ну, кому вы там позвоните? Откройте свою телефонную книжку. Окей, я скажу две вещи. Первое, что если вы хотите делать бизнес в Беларуси и зарабатывать деньги здесь, на местном рынке, то, мне кажется, это плохая идея. Нужно зарабатывать деньги, жить здесь, в Беларуси, зарабатывать, понимаясь, у людей, разработчиков здесь, мы говорим, пройти бизнес, да, и зарабатывать вне, на других рынках. Это самое классное, что можно делать. Вот, то есть рынков в мире, денег – море. Идей – море, постоянно все меняется. Никогда не было так легко заниматься бизнесом, как сейчас. Огромное количество, есть решенных вопросов уже, да, куча компаний, которые предлагают разные всякие интересные софты, да, то есть очень можно удобно из кубиков собирать действительно какие-то классные простые вещи. И интернет работает, со всеми можно общаться. В Ютубе контента огромное количество в отношении того, как делать бизнес. Супер все. Я разговаривал недавно с людьми, которые в Фейсбуке и в Гугле отвечают за регион, там, восточный уровень большой, да. И оба сказали, что сегодня белорусы – это бренд. Потому что большинство компаний, если кинут, там, не знаю, там, Mail.ru, Яндекс, там, и там, что-то там еще, да, и там, Playrix, да, то есть как бы там, то все предприниматели из региона успешные почти, да, это белорусы. И это само по себе уже, как говорится, от этого большая гордость, да, что, собственно, сегодня Беларусь в регионе номер один по созданию мобильных приложений. Белорусские мобильные приложения скачиваются, там, сотни миллионов раз в месяц. И это само по себе очень-очень круто, да. И вот та история, которую, собственно, мы хотели сделать в отношении продуктов, да, чтобы эта страна, скажем так, гораздо была более ориентирована на создание конечных этих продуктов, она получилась уже, и она продолжает в этом смысле развиваться. Поэтому мне как-то, знаете, сегодня, сегодня говорить, что ты белорус, вне Беларуси, вот в этой вот айтишной среде, да, собственно, не просто не стыдно, а это гордость, да, собственно. И я думаю, что благодаря в том числе новым молодым предпринимателям эта история будет только развиваться и расти. Мы, как ЗубрКапитал, очень внимательно смотрим на белорусские частные компании, и нам кажется, что мы уже изучили весь ландшафт. Было бы интересно узнать ваше мнение, в какую компанию, ЗубрКапитал, было бы интересно проинвестировать деньги. Поэтому присылайте свои предложения, мы с удовольствием их рассмотрим. А в качестве подарка мы думали, что можно будет подарить, и решили, что, наверное, для молодых предпринимателей очень важно получить знания. Поэтому мы решили в качестве главного подарка сделать завтрак со мной, где вы можете задать свои самые животрепещущие вопросы по бизнес-теме, и я постараюсь вам честно на это ответить. Короче, книжка, вот, я думал, взять другую книжку, я перепутал. Значит, эта книжка называется Crucial Conversations. Чем она интересна? Она о том, каким образом вести еще более глубокие дискуссии с теми людьми, которые вам не безразличны. Вот. Так что, за что я ее подарю? Придумайте компанию белорусскую, в которую вложить деньги ЗубрКапиталу, и объясните, почему вы считаете, что это хорошая идея. Смотри в следующем выпуске. Хорошего человека всегда видно. Изменимых нет. Постоянно пытаемся что-то выдумать. Модненько. Деньги есть, и даже в нашей стране есть. Иван Шумский, Регула и Михаил Дорошевич из Авак. Скоро на канале INSYNC TV. Подписывайся на канал!